Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 марта, день Мариамны. Она была сеструю святого апостола Филиппа и продолжала его дело, дав обед девства. Март месяц. Март месяц это утро года. Рубежная пора, когда день с ночью равняется. По народному поверью, мартовское солнышко дает всему живому силы. Природа пробуждается для нового цикла жизни. Используйте вот этот мартовский импульс для своего оздоровления. Интересно, что в этот день всегда ударяли морозы. Были и поговорки. Теплый мартовский день обманчив. Марток надевает семь порток. Наши предки считали этот день началом года. По этой причине прославляли бога плодородие Ярилу, он же солнце. Сегодня они работали, радовались и молились богам. Согласно преданию, в этот день повесился христопродавец Иуда на Осине. Поэтому сегодня было положено молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опостошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Редактор субтитров А.Семкин